всем привет в эфире прямая трансляция youtube канала стартап виза испания меня зовут борис шейкман я основатель сообщества стартап виза испания и того самого сообщества которое помогает всем желающим абсолютно бесплатно переехать в испанию по стартап весь на моих часах без двух минут 8 я нахожусь в городе порт сагунта это 25 километров от валенсии и уже начинают подключаться участники нашей встречи про эту встречу я как раз и хочу за вот эти две минуты вам рассказать это уже третья онлайн встреча стартаперов и намадок почему вообще пришла в голову такая мысль идея проводить такие встречи наверняка тем кто смотрит за нашими эфирами и за нашими видео знают что начинаю с июня уже далекого 2022 года я организовываю ежемесячные оффлайн встречи для участников нашего комьюнити это важно для того чтобы все люди которые переезжают в испанию могли почувствовать локоть тех людей которые проходят тем же самым путем что и он сам это действительно работает встречи были разные по численностью вот поэтому трех четырех пяти человек и заканчивая 30 или 35 на самом деле я не считаю так вот но не все люди могут попадать на такие встречи потому что все живут в разных уголках испании и пришла в голову мысль проводить вот такие онлайн встречи на которые могут подключиться абсолютно все участники вне зависимости от того где они живут время мы выбираем таких встреч вечерняя для того чтобы все бытовые вопросы можно было решить детей посадить перед телевизором чтобы не смотрели мультфильмы а самим отлично провести время итак я начинаю потихоньку впускать участников нашей встречи люди подключаются я не знаю сколько сегодня будет участников для меня это абсолютно не важно для меня важны люди которые подключаются которые хотят познакомиться друг с другом обсудить какие-то бытовые вопросы и собственно этим мы и будем заниматься на на к встрече так вижу первых двух участников всем здравствуйте любви влечами отлично сегодня даже все с камерами это просто праздник какой-то так давайте мы сделаем небольшую паузу дадим возможность подключиться вновь прибывшим виктор приветствую рад видеть виктор постоянно участник наших встреч мы с ним встречались валенсии он любопытно узнать их где он сейчас и как как у него дела но об этом чуть позже мы поговорим еще наверно одну минуту да я пока решу еще один технический вопрос я включу запись нашей встречи потому что из опыта предыдущих встреч очень много полезной информации которую потом впитывают зрители нашего youtube канала поэтому я включаю запись буду мониторить новых участников до запись включена думаю что многие подключатся позже это тоже для испании абсолютно нормальная практика представлюсь меня зовут борис шейнгман я основатель сообщества стартап виза испания и силу акселератора релацированных стартапов с хаб напомню что это уже третья онлайн встреча стартаперов и намадов и собственно предыдущие встречи проходили очень интересно душевно и я надеюсь что эта встреча также не будет исключения хочу также сказать что это не какая-то формальная встреча это не митап не вебинар я никого не буду учить что-то прямо полезное рассказывать это встреча друзей где каждый может говорить то что считает нужным можно перебивать тут не обязательно поднимать руки поэтому мне бы очень хотелось чтобы у нас с вами сложилась такая душевная теплая атмосфера если было бы можно то каждый мог бы еще дали себе бокал вина или или бутылочку бутылочку пива открыть наверное я могу это произнести встреча проходила по еще более душевно чашечка кофе тоже привет ну смотрите в вечер все-таки кофе вечером уже не очень хорошо но в испании можно все особенно если вы ложитесь спать как испанцы там где час-два ночь что кофе тоже лично зайдет я предлагаю начать встречу со знакомств было поинтересно узнать кто сегодня к нам подключился чем вы занимаетесь где вы живете это тоже кстати немаловажно если кто-то готов то пожалуйста можно без разрешения просто включать микрофон и говорить на я начну меня зовут виктор или реально сейчас проживаю в районе не в районе а в мурсии если кто-то есть рядом буду рад знакомств и слушайте давайте если никто не против мы в чатике тоже напишем кто из какого города и может быть у нас будет совпадений москва испанский город объеда виктор болеть я тоже напишу не буду исключением ну пока я не вижу совпадений и когда будут подключаться новые участники я буду тоже просить подключиться окей помимо города что вы еще можете рассказать о себе давайте а следующий я валерий сейчас москве нахожусь я разработчик и собираюсь подавать на стартап визу поле когда планируете подаваться мы планируем ехать в апреле ну и наверное где-то апрель-май целом это уже скоро желаю успехов подскажите пожалуйста какой город вы планируете переезжать валянсия супер вот евгений пишут что он два дня как переехал по стартап визе евгений было бы интересно с вами поговорить не знаю были ли вы раньше в испании или вот вы сразу с корабля напал был летом прошлом так в ознакомительных целях осенью занялись оформлением стартапа получили в конце января одобрение вот и приехал здесь у меня товарищ по стартапу поэтому объединяемся как вам объеда не часто люди туда едут поделитесь впечатлениями но поделиться чтобы приехали да 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 в местных чатах так и звучит а так очень прекрасный очень чистый красивый город я был на побережье буквально 35 минут на машине и очень красивый скалистый берег с шикарными видами это на берегу атлантики или нет да да веда север насколько там холодно жарко наверное 1821 сегодня был но это относительно россии на москву и жарко очень жарко относительно москвы там неделю назад еще только сугроб разгрывал лопатой супер большой города ну я еще пока его не померил но центру ногами 25 минут центр пересечь грубо говоря по москве третье кольцо этого 25-30 минут максимум евгений а вы объеда выбрали исключительно потому что у вас партнер там или по каким-то другим соображениям в первую очередь потому что партнер до во вторую очередь потому что по климату более менее понятно и чистый аккуратный город был в барселоне был валенсии но вот пока что основе решили остановиться на вьеда потом посмотрим услышал увидел что мелькнул виктор виктор очень хочется с вами переговорить променяли порция бунта на валенсию все таки сейчас явно секунду буквально скажите в день а вы сами подавались до с вами подавались в каком плане не совсем писали все сами проверяли с помощью бориса том числе и артем артимович насколько в курсе консультировал на каких-то этапах вот ну то есть они девею или как бы да получается но я да я делаю ревью артем скорее всего подавал документы или помогал собирать документы ну а первым можем узнать он с нами артем да все приветствую приветствую да а тем собственно вопрос по евгению ты помогал с подачей документов смарт-контрол которые товарищей заведа а да 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 голова до вадиму подавали документа я соучредителей вот буквально сегодня с помощью вадима уже мы подали свой пакет на меня пакет да 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 вадима мы загружали мы консультировали все проект окей а потом вадим взял свои руки он все сам подал ребята окей получается ребята обучаются и подтягивают своих друзей знакомых точно точно вижу что виктор решил свои вопросы технические хочу к нему все-таки вернуться виктор где вы сейчас да всем привет мы сейчас послали ну как писал валентия вернее не совсем валенте это паттерн буквально тут 3 станция на метро здесь метро двух минут ходьбы перебрались уже постоянное жилье то есть тот долгосрочный контракт на год с про 3 до 5 3 3 3 спальная квартира то есть свой кабинет получается и у ребенка комплект и достаточно за нормальный день наш за сколько сняли 850 месяц вообще хорошо с возможностью привести сюда наших животных трех и по фиансе всего три фианса было и сейчас как раз разбирается автопадемия стартует автонома сейчас во всем этом разбираюсь погружались архето уже получили уже у нас еще повезло так что владелец квартиры она работает директором сан сантандерс собак до одного из отделения и она помогла сделать счет его уже заправили счету автонома и все остальное но значит это было правильное решение если все складывается какую-то логическую цепочку значит все как надо ну кстати кто будет искать квартиру мы долго искали в итоге почитали как люди пишут мнение людей и сошлись на мнение что надо во первых искать не у наших риэлторов русскоговорящих иначе будет за вы за год вперед нужно сразу заплатить будет как обычно либо цена будет тысячи и выше за маленькую квартиру мы составили картинку презентации с фотографиями с описанием коротеньким красиво идеалист я отправил и в этот же вечер написала пообщались с ней она потом предложила другую квартиру гораздо лучше которыми делись не выставлен с мебели и мы поехали и вечером уже заключили по сути риэлтору вы какую-то комиссию платили дали ел пару тоже один месяц но на у до сих пор помогает как понимаю без этого никуда но контракт долгосрочный то есть нас еще и делились месяц месяца пойдем подробно делать тут школа из окна одно видно инфантиль и примали рядышком совсем мы изначально в сагунте было хороший город но уж очень тихий совсем тихий выходишь не души на улице кому-то это и нравится ну там летом будет на рядом с морем были там летом будет у вас я думаю тоже нормально в случае чего можно добраться доехать да в принципе тут до аэропорта принципе должна быть прямая дорога в которой сейчас уже не понимаю пару лет ремонте как вы говорите город извините не прослушал паттерны это принципе можешь сказать варить но они как вроде как отдельно автономику валенсийская метро туда доходит вы говорите на это тогда да это собора сателлитра розовая ветка будет компонар потом еще какая-то пару станций там паттерна и наши станции если здесь редко метро ездить то что здесь одна одна колейка и 1 40 минут курсирует одну сторону тут достаточно хороший такой райончик и все есть под боком магазины и заведения побольше чем сагунте но я добавлю за виктора что это по вам 3 до локация и считаю мадрида мадриде мы все там три дня были три ночи в ноябре приехали к чевали по аэрбенбишным квартирам по квартирам знакомых который уезжает и сейчас вот чем забавно у нас была квартира на airbnb на три месяца фактически и был первый опыт прерывания во-первых первый опыт долгосрочная аренда на airbnb и прерывание аренды на сегодня все договорились пришлось заплатить дополнительные деньги airbnb за отмену но он потом все пересчитал такой счет поставил сколько мы дни были за каждый день то есть там по буквально 20 евро неустойки за 3 за неделю взял и вернул большую часть суммы хороший тоже владелец попался и вот меньше месяца ну да я собственно и хотел сформулировать мысль что часто бывает что с первого раза не получается найти удобную локацию для жизни и поэтому начинать с того что сразу заключать договор аренды на долгосрок наверное не стоит лучше попутешествовать посмотреть попробовать и если уж точно все подходит когда заключать договор и кстати риэлтор предупредил что вот эти контракты которые 11-месячные краткосрочные она говорит что это вообще нелегально их нигде не зарегистрировать и так далее таких прав нет ничего она как испанский это сразу же нет вообще нельзя так делать полугодовые то есть они вот долгосрочно это без бессрочные наверное даст провангации ну да у нас год если мы хотим прервать надо будет залезть ведомить так он автоматически продлевается до 5 лет потом приоритет на покупку этой квартиры этот договор зарегистрирован финансы то что платится не на специальном счете лежат владельцы все официально максимально сделали это подскажите а вам приходит сейчас деньги в россии переводить и каким образом обратно переводить ну так как у меня пока из грузинской и п это немножко проще очень много помогать который переводит помогать но один раз пришлось переводить сюда на грузинский счет из тоже даже через людей поспрашивал помогли перевести я через армянский банк перевожу говорят что все какие-то методы есть по подешевле потому что там комиссия все равно платится полчаса через людей когда переводишь обычно что там здесь меня на это и но это пока грузинский банк с испанским сколько смотрю тут все обычно на мальчик это принять же будет посложнее но нам куда надо переводить другие это смысле кому-то нужны там рубли например ну или на парку нужной рубли я им рубли перевожу он какую валюту обычно когда я в россию перевожу то кому в грузии нужны там лари либо доллары и перевожу они рубли на я состою типа закрытого клуба в астрик краски как видите теперь из пенсии когда общается и там сэш провели очень много доверия конечно пока за уже в принципе уже практически год как перевожу до этого грузии жил переводил все нормально это какая-то группа в телеграме да вот не то что телеграме это вообще ну можно пробить у вас так платное членство тогда то люди более не не проверили а насчет школы не спрашивали у вас какого возраста дети 8 лет насчет школы вот собираемся узнавать но вообще вроде как здесь в школе нормально с местами так как не совсем в вареньсе народу не очень много вот сейчас как пойдем подробно получать это можно первая платежка по квартире за коммунал пойдем потом получать пойдем же школу основать как устраивать а сейчас следующий шаг животных и вещи переводить женатскую поедет петер и уже согласована дата перевозки животных вещей всего остального вот борис можно один вопрос по поводу автошколы отключение по моему ребят автошколы там руководителем вот эта ссылка которую они предлагают она бессрочная и если кто-то из сообщества кто к ним уже обратился и какая-то может быть кто уже у них отучился какая-то обратная связь насколько сколько они дают нормальный материал но смотрите как бы это не столько реклама во-первых я честно говоря не спрашиваю сколько людей обратились по этому промокоду вот как время будет я спрошу конечно но мы не обсуждали что там будет какое-то ограничение по сроку действия если вдруг какая-то будет сложность вами скажите я напишу директору просто я там решим этот вопрос вот а что касается того если какие-то кейсы то честно мне кажется что в этой школе все русскоязычные учатся потому что каких-то других автошкол которые стараются обучать на русском языке ну я по крайней мере не знаю то есть они прямо вот создали такой такой создали такую услугу на рынке и собственно все к ним обращаются да у них тоже есть недостатки но других предложений просто нет потому что это очень сложная история ты не можешь обучать если ты не получишь лицензию что получить лицензию нужно два года самому проучиться много денег и там тоже не заработаешь это такой тяжелый тяжелый хлеб вот и все даже без промокода туда тоже идут учиться и я там учился например слава богу я там я в итоге смог сдать на права но опять же я состою в чатах по прежнему состою в чатах и обсуждают получение водительских прав и например там говорят что теории можно сдавать учить и сдавать самому то есть это это реально и люди с этим справляются есть тот можно оформить доступ к таким системам по сути не делают то же самое но когда кто-то будет еще говорить я могу поискать и просто произнести название их тестов вот и потом люди сами берут ситу в дкт и идут сдавать опять же может быть проще это будет с автошколы если вы допустим привыкли приходить каждый раз на оффлайн занятия то у них они есть можно онлайн учиться то есть по-разному в общем с ними теорию сдавать можно а потом практику вы на самом деле можете выбрать любую автошколу вообще неважно какую потому что это автомобили не их а по сути одни всех объединяют то есть испанские автошколы им оказывают услуги вот но тут есть сложности с датой назначения практического экзамена все страдают все мучаются в разных городах там месяц и проходят прежде чем ставят эту дату практического экзамена поэтому могу что сказать то можно идти учиться в эту автошколу в итоге все сдают рано или поздно а теория который вы говорите там какие-то приложения есть которые бы посоветовали где билеты посмотреть да и может в чате я найду если вы скажете что они там есть нет я в чате не кидал их вот это другая история немножко сейчас я найду да все нашел я могу в чате кинуть чат нашей встречи ну и для тех кто нас смотрит я произнесу это вот тест а е о л и практика тест вот это можете просто их поискать оформить доступ одной системы как правило недостаточно нужно прямо много решать этих самых вопросов билетов ну в общем это прямо целая история вы смотрели наверное запись встречи с директором автошколы сейчас я не хотел бы тратить эфирное время на то как учиться на правах это реально очень долгая история но пройти через эту историю нужно вот у меня уже прошло два месяца как я жду свои права пока у меня есть распечатка что я успешно сдал экзамен люди некоторые говорят что не по пять шесть даже восемь месяцев ждут когда им пришлют настоящие испанские права я пока два месяца подождал буду ждать дальше спасибо хотел бы вернуться к испанским городам матвей и даниил подскажите пожалуйста в каких городах живете я в самой валенсии даниил а вы я не еще в германии пока но готовлю переезд валенсии то же из питера просто коллега тоже с грузинским и по в общем очень похожи и тоже собака придумать хорошим окей но у нас большое совпадение по валенсии до нем будете собаку перевозить обратиться уже будет понятно проверенные перевозчики да спасибо я уже тоже потом да 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 я думаю что в чате как найдемся и там еще спрошу но до собаки тут не знаю еще полгода и пока соберемся у нас ноября совсем 17 ноября мы здесь сейчас только 5 апреля же на петит и где-то 12 до где-то 12 и 15 их управляет а 9 не 5 они здесь я хотел бы еще одну тему для обсуждения запустить собственно а кто чем занимается и кто чем планирует заниматься в испании я программистами все просто я работал не аналогичные по найму и тонома трансформе работа на молдовского британского компаниях главная работа есть удален хорошо да это это хорошо устроились будущем надо что-то еще задумать пока вот с этим мы всем разобраться перевести мы все тоже понимать что вы совмещаете переезд и работу да ну да ну когда надо там на работе легко да и овса это что надо надо было время в рио скататься до взяли машину в аренду взяли поехать окей кто еще мы готов рассказать чем планирует заниматься в испании стартап инженерка и сопутствующие области будем сейчас планировать осматриваться тестировать а правильно ли я понимаю что это стартап связаны с умными домами ну это контроллер умных домов но они же их можно перед назначить семи их прописывали под системы умного полива для ирригации полей вот умные дома они в первую очередь рождены были для этого да вот тоже интересно а вопрос с маркетингом у вас решен или кто за него отвечает будем решать сейчас это вот одна из самых сложных задач в испании и вот я расскажу что у меня на этой неделе была встреча как я называю с традиционным испанским бизнесом испанец у него не хватает времени заниматься своим проектом они создают тех задания и потом сами же их реализовывают по подключению солнечных панелей но на больших площадях то есть они прямо поля солнечных панелей занимают и вот у него вопрос как ему масштабироваться как найти больше клиентов вот он ко мне обратился потому что компании уже он 12 лет то есть заказы идут но они идут по сарафанному радио у него есть люди которые готовы все это делать в гораздо больших объемах но вот он сам уже не хочет все это искать себе новые приключения и вот мы сейчас не будем обсуждать могу ли я вам помочь масштабировать и поэтому тоже буду решать проблему испанского маркетинга ну то есть у марс не хочет отдать на аутсорс по сути да рискованно ну смотри смотрите не то чтобы рисковать его для вас нормально его клиенты они с ним и останутся то есть по сути будет только второй канал и кроме того он хочет часть своего бизнеса продать вот собственно человеку который меня порекомендовал и поэтому это не так рискованно если бизнес начнет масштабироваться то он будет пассив получит пассивный источник дохода а если не будет то как бы там и так денег не очень много и он не сильно от этого пострадает если он половину бизнеса продаст то им у него это будет некая подушка уже поэтому испанцы они ведь тоже они хитрые они умные поэтому тут нужно они пытаются понимать нашу мотивацию а вы должны понимать их мотивацию да и чем дольше тут живешь тем становится все как-то логичнее понять но еще добавлю что вначале одни естественно нам не доверяют они такие смотрят кто ты что ты он не кинул как потом выяснилось такую проверку он говорит у меня есть земля и это в южной америке вот типа мне нужен инвестор я слушаю но я не готов начинать работу с того что буду искать инвестора там на какую-то землю где-то в латинской америки давай мы начнем с чего-то маленького здесь в испании вот такой ну все отлично меня это устраивает вообще геморист окей услышал кто еще готов поделиться своими планами у нас вопроса так пока открыт вопрос пока открыт еще поэтому присматриваемся смотрим такие ниши можно туда можно зайти ну что-то наверно связано с недвижимостью скорее всего можно без подробностей но в целом как бы тут все умные умные люди может быть что-то вместе наш наштормим а вот что именно про недвижимость агентство недвижимости что-то в этом плане реновации смотрим на сколько рынок вообще в принципе засеян смотрим на территориально по регионам и очень большая большие различия по насыщению и специфика очень существенная в зависимости от регионов это прям очень сильно ощущается каждый регион он по-своему реагирует и воспринимает спрос очень специфически север-юг даже по побережью сильно различаются ну по южной и западной части по восточной сильно различаются объекты как они предлагаются что что люди хотят увидеть вообще поэтому пока сможем ну вот я сегодня общался с людьми они занимаются продажей недвижимости для очень богатых людей и собственно сейчас они говорят что вот эти обеспеченные люди уже купили себе этом по 3 4 5 объектов недвижимости куда дальше вкладывать свои деньги и вот сейчас они как раз обращают свой взор на стартап и вот мы с ними об этом и общались что типа я могу находить стартапы они могут находить инвесторов вот поэтому было интересно услышать ваше мнение вот эти вот обеспеченные люди они получают это 4 процента годовых прибыли и это мало это неинтересно недвижимость я имею ввиду у вас какая-то другая информация в среднем примерно так оно и выходит плюс-минус ну каждому свое на самом деле тут кто у кого есть какие компетенции тот соответственно туда и углубляется быть инвестором и бизнес ангелом это тоже отдельная профессия и рисков там ничем не меньше чем стабильном сегменте как там не знаю смотря что считать какой бизнес они ведут недвижимости это там покупка продажа на вас объекта или это посредническая какая-то деятельность нужно понимать о чем речь идет поэтому но окей все очень сугубо индивидуально я вас услышал слушать им на самом деле меня еще один вопрос интересует который тоже хотел обсудить это как раз адаптация детей к школе сейчас наверное я опять к виктору обращусь если он не против вот если опасения что будут сложности с адаптацией детей к школе опасения конечно есть посмотрим как пойдет а вас не пугает что будет дополнительный язык например валенсиан нет принц посмотреть как пойдет сейчас пока научиться удаленную питерской школе ну а не супер общительную что опасения есть надеюсь у пройдет нормально школа которая здесь достаточно хорош услышал хочу к артему артемовичу обратиться у него двое детей артем ты с нами да да подскажи пожалуйста как у тебя дети адаптировались к школе у меня дети очень классно адаптировались у меня двойняшки и по 8 лет как мы приехали сюда в литване в первом году они как раз пошли в первый класс после садика сразу в первый это им было 6 лет мое наставление было очень простое я не знал испанский еще так мы приезжали конечно город мы знали уже три года там четыре года приезжали как на каникулу там жили так понимали и так и я дедом кого бы ребят вот школа здесь не научиться вот там как садике в россии только на другом языке заходите пойти в туалет захотите там что-то сделать поднимите руку говорите там пи пи кака и все вот наставление бате такое было отвел в школу сказал все они начали там адаптироваться учиться сразу мы оплатили им обеды ребятам они начали ходить на дополнительный спорт все они моментально интегрировались они там уже через неделю начали начали болтать на испанском через месяц два уже там прям у них появились там друзья там законы через там два месяца начали нас приглашать на день рождения а это реально уже круто если вас в школе приглашает как родителей и детей на день рождения все вы уже 100 человек у испанцев на самом деле классная штука мне нравится они ну очень дружат после школы ты одноклассники или ты примеру учился в нем сеть у них очень аду дружба идет там на года все дарьцы директор фирмы ты берешь своих там даже если там они какие-то непутевые ты возьмешь своих одноклассников ты возьмешь своих друзей по клубу понять даже неплохо работы но ты возьмешь их потому что ты их знаешь и доверяешь вот школе это дружба классной и вот когда начинал приглашать на день рождения испанские дети там родители это круто было мы пошли на 1 2 они очень отзывчивые такие классные объясняют помогают вот моя рекомендация если будете сдавать детей в школу грузить их по полу вставайте на спорт на айкидо на как нито там тренировки на на там мультиспорт на продленку оплачивайте обеды ребенок полностью погрузился в школу в школьные дела языковые штуки они познакомятся с друзьями танцы на спорте с ними на дополнительном как продленка другое там что-то будут там с другими друзьями там какой-то бассейн там записи сам там другие будут друзей у каждого будет много ребенок и будешь знать только 20 человек в классе он будет на этом 50 человек до броша там 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 узнать и не как не скупитесь оплачиваете ребенку обедать это государственная школа оплачивая беды и старайтесь оплатить продленку то есть там у нас в это недорого 420 помощи 25 стоит стоит обед в день мы плачем за месяц можно если там проблемы с счетами там с этим можете прийти наличка оплатить школе без проблем я пришел там отдал аванс за год оплатила все где-то декор посчитала оплатил и все и не парится за год там дети ходят и кушают и и павелёнка оплачена мой совет ходите на при занятия адаптируйтесь видите очень быстро адаптируется и язык вообще это не проблема не относитесь к домашним заданиям не старайтесь не париться все сделал сделал ребят мы ведь мигранты не все равно идеально и мы не будем знать язык там идеально вы там не будет дайте время детям там год два три чтобы адаптируйтесь а уже старше школе уже это ну тогда потолки идти пускай домашнего здания там 5 и 7 класс уже там да а ну малышей не надо трогать оставьте они там пускай играют наслаждаются и все вот вы с вами в школе учились 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 там синусы костю на встречах и что пригодилось не сильно пригодилось не все пошли программистами этого даже у программистов не востребовано вот мой совет как можно больше адаптировать детей в школе именно чтобы они там занимались как можно больше всеми ходить путешествовать и ездить с ними там какие-то оплачивать экскурсии какие есть там да тоже все это там узнавайте дополнительные занятия мне нравится испании здесь всякие эти кружки там музыкальные школы это вообще на каждом шагу любой человек чувак вот открыл там мини школу да себе он стал там получил лицензию и все равно днем работы в школе ведь как он преподает в своем кабинете там на своем этаже он живет на первом этаже он открыл офис и можно привести ребенка там к шахматы клуб там учитель математики учитель там музыки и он там учит детей это классно что то есть репетитор в офисе это круто это стоит 20 евро в месяц там 23 евро спорт у нас и конный спорта да кто хочет кто интересуется узнаете если ближайший клуб он водить детей на конюшню им понравится он животные получается 12 евро 1 занятия стоит это реально дешевле чем москве в битве стоит полторы 2000 занятия индивидуально где 500 стоит а здесь стоит блин 1200 рублей здесь дешевле и нормальные ложки и пенератор рожки вот мой совет адаптируйте детей как можно больше погружайте их пускай занимается бегают там прыгают вот так я еще немножко на эту тему скажу потом вернусь ко всем у меня старший сын играет шахматы и он начали очень увлекся шахматами но мы сказали ему что не стоит так увлекаться потому что шахматы вряд ли будут твоей профессией поэтому ты увлекаешься играть вот насколько это возможно но без фанатизма потому что был прогресс шахматах но был спад в учебе сейчас все наоборот но я что хочу сказать что здесь реально есть возможности из любого города пробиваться вверх по шахматной карьере то есть тут проходят отборы в начале на региональные финалы потом ты участвуешь в региональном финале ты можешь пойти на отбор на чемпионат испании вот это мы можешь играть как бы действительно с международными гроссмейстерами и так скажу что здесь в испании достаточно много международных гроссмейстеров которые приехали из россии украины болгарии вот я встречался с гроссмейстером поэтому тут есть все возможности другое дело что в небольших городах ты не найдешь скажем муниципального тренера высокого уровня вот у нас в городе есть шахматная школа у меня сын доходит туда два раза в неделю мы платим что-то там 120 евро за год что такое 140 и не помню вот ну то есть потихонечку он он играет но если бы я хотел чтобы он стал выигрывать турниры вот тогда нужно было бы ему нанимать какого-то личного тренера но это тоже возможно это не стоит каких-то больших денег и они здесь в испании есть ну и кроме того здесь очень много небольших турниров которых можно выигрывать ребенку это приятно у нас коллекция теперь кубков и медалей испанских это прикольно стоят в зале поэтому я рекомендую детей отдавать на шахматы и опять же когда проходят турниры то там сотни детей со всей испании или со всего коммунидат валенсиана у меня от валенсия собираются и это тоже очень сильно расширяет network это вот к тому что сказал артем все социальные связи здесь формируются с детства и чем больше от этих связей будет тем проще потом будет вашим детям здесь чувствовать себя комфортно в своей тарелке вот теперь хотел бы и узнать и у вас как у вас проходила адаптация детей если она проходила с такими сложностями вы сталкивались или какие сложности вы предвидите у меня это впереди еще я я еще не перевез у меня беспокоит что дочки вес взрослые уже довольно таки молодшие 11 лет будет и ну испанский она не знает английский так немножко соответственно думаю есть есть какие-то гибридные варианты где школа там часть по-русски или по-английски преподают или лучше этого не делать у вас есть частные школы которых преподают на английском но есть есть плюс этого но я считаю что минусов все-таки больше то есть одной стороны вашим детям может быть будет более комфортно учиться сейчас секунду меня тут куранты начали бить да так вот минусы есть потому что ваши дети тогда будут оторваны от испанского социума и после окончания школы у них по сути не будет вот этих вот социальных связей с традиционными испанцами вот это очень-очень важно потому что у всех испанских детей есть испанские родители которые знают еще сотни и тысячи других людей и вот как раз из этого и складывается потом успешная карьера наверное зависит от того какие планы вообще в принципе насколько вы долго рассматриваете испании это очень важно открывать бесплатно от испаноговорящей среды наверно ну на мой взгляд не очень правильно у меня просто такая же история но с двух сторон у меня старше сынутошца в институте англоговорящим но при этом у него сейчас проблема он понимает что ему сложно дается то есть бытовой язык испанский он владеет но профессиональный испанский да и так в общем как сказать более расширенный вариант испанского ему дается сложнее поскольку среда англоговорящая мой младший ребенок соответственно она ходит испанскую школу и вот к вопросу о том насколько службы помогают тут столкнулись с тем что я буду даже сильно удивлен что насколько службы которые от которых зависит там различные вопросы там предоставление места каких-то других вещей дополнительная помощь какая-то насколько они открытые дают открыто помогают я не знаю как других регионов но в нашем регионе просто это удивительно на самом деле они делают больше того чего-то от них просишь и чего-то от них ждешь здесь как я был сильно удивлен на самом деле внутри не были готовы что предстоит вот как попахать короче говоря да там пробивать где-то какие-то двери это как-то пытаться пройти туда куда особо хода нет но столкнулись с тем что это абсолютно открытая доброжелательная атмосфера что в школе что во всех инстанциях куда бы мы не обращались это было очень удивительно на самом деле мы с этим сталкиваемся уже вот по сегодняшний день какие-то дополнительные вещи которые требуются нашему ребенку куда бы не обращались это все происходит абсолютно открыто абсолютно нигде никто не пытается тебе что-то там усложнить и испортить наоборот даже если у тебя есть какие-то недостающие документы образно да да формально ты где-то не проходишь это все нивелируется тем что тебя пытается наоборот помочь сделать максимум вот это вот наш опыт такой мы вот чему не перестаем удивляться на самом деле ну согласитесь это же это здорово а тебе радость особенность испании в большей степени чем многих других стран чем большинства других стран да извините я скажу 5 копеек буквально что мне кажется это связано с тем что испания до 77 года было по сути тоже закрытой страной и сейчас они вот постепенно раскрываются они они стали другими они смогли перевоспитаться и поэтому сейчас у них может быть даже лишний клиент как раз такую доброжелательность есть вероятность что они могут пойти потом в другую сторону когда время слишком много людей которые начнут протиснять их детей и они подумают слушайте что это мы такие все добрые вот но пока пока тихо 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 все нормально и надо успеть к этому времени стать своим отлично знать испанский это мое мнение извините матвея вы хотели что-то сказать да я хотел вернуться к теме про детей если кто-то может подсказать вопрос вот допустим ребенку 11 лет да я согласен с тем что конечно желательно погрузиться но скептически отношусь к тому что в таком возрасте уже прям мгновенно язык выучиться испанский на месте может быть какие то есть курсы или там нужно потерять год в обучение у кого-то есть опыт по такого возраста детям когда они первые раз сталкиваются с испанским с обучением подскажите но у меня есть такой опыт я хочу дать возможность другим людям ответить ну если никто не ответить ладно давайте я вы дополняете тогда смотрите когда мы переехали в испанию моему старшему сыну было 10 10 лет мы приехали 31 октября и школу он пошел уже в ноябре ну то есть это нельзя сказать что прямо в начале года начали ну да ему было много непонятно он испанский вообще не знал ему выделили учителя не то чтобы учителя выделили дополнительные часы с учителем для того чтобы его потихонечку там адаптировали первую четверть ему не ставили оценки слова совсем ну соответственно четверть вот закончил уничтожить у них три места она закончилась под рождество под новый год и следующем следующий четверть еще оставался учитель но стали потихонечку ставить оценки но очень мягко то есть если он что-то не понимал никто там жестко не ставил учитель где-то подойдет где-то подскажет чтобы оценка была чуть повыше а в последней четверти последнем триместре уже все он сдавал контрольные ну да он сдавал как бы их средне там на на 6 баллов примерно из десяти но этого было достаточно для того чтобы перейти на следующий год но опять же я скажу что 11 лет это еще начальная школа и поэтому точно надо идти в обычную школу там очень мягкие условия и там очень сильно помогает адаптироваться если пойти уже в среднюю школу вот сейчас ему уже 13 лет и он ходит в первый класс секундарий то есть средней школы и там совершенно другое уже отношение там гораздо жестче ставят оценки там нет такого душевного отношения ну как бы она немножечко есть если ты действительно себя проявишь не ты себя ребенок конечно себя проявит вот то учителя немножко могут как бы помогать но при этом как бы есть примеры когда они ставят очень низкие оценки и все идет потому что ребенок останется на второй год поэтому вывод из моего спича что чем раньше ребенок пойдет в школу тем лучше и 11 лет отличный возраст он ничего не потеряет вот если он прямо сейчас пойдет в школу скажем так ему помогут закончить вот этот текущий класс потом будет лето когда лучше всего чтобы он позанимался с учителем и потом сентября он пойдет в новый класс и за это время он вполне адаптируется и больше нормально и кто за мной ничего не добавляет на самом деле вы правы у меня есть знакомых плюс-минус похожий опыт и вот у младшего ребенка гораздо более плавно идет освоение языка и более плавный плавно вхождение в класс коллектив они более более спокойно это воспринимают подростковыми начать под те кто постарше они наверное гораздо чуть чуть и чуть посложнее всего там разных причин поэтому вот есть такой опыт у наших друзей это прям очень заметно 11 лет это очень нормально мне кажется это классный для того чтобы учить испанский поэтому даже не не переживайте смело его кидайте в бой и все и двенадцати годам он уже будет разговаривать окей у меня осталось еще одна тема которую я хотел обсудить это тема покупки недвижимости именно для для жизни подскажите пожалуйста когда вы планируете ли вы покупать недвижимость в испании когда вы планируете принимать такое решение и собственно как вы собираетесь делать условно у вас есть вы продали квартиру в россии и на эти деньги хотите купить квартиру в испании или может быть вы хотите взять ипотеку может быть вы хотите кредит какой-то взять думали ли вы об этом было бы интересно пообщаться как раз на эту тему до тоже рассуждение не могу понять дают ли эти ипотеки то есть по ощущениям как будто бы ты должен прям вот показать какое-то невероятное количество не знаю постоянства и надежности чтобы тебе банк одобрил ипотеку но вот мы как раз этот вариант рассматриваем потому что как будто бы уже давно пора но целиком на квартиру наверное пока не хватает хотелось бы вписаться в какую-то ипотеку не в россии а в испании но вот не уверен не понимаю как как к этому подступиться так что если у кого-то будет а вы подавали но если там банк не мы же еще по факту не переехали то есть мы только через месяц получим первую карточку да и у нас квартиру германии через два месяца аренда закончится вот собственно мы въезжаем в airbnb понятно дальше будем искать аренду на постоянку но есть какое-то ощущение что хотелось бы переехать уже в условно как ты импотечную квартиру лишь такое но как как будто бы это нереализуемо но но я вам посоветую но мое личное мнение более-менее накоплено никого не слушайте а пробуйте непосредственно решать свой конкретный вопрос точно я к чему это говорю для банка для испанского банка по сути самое главное это наверное какой-то стабильный доход который вы показываете поступление на свой счет у вас счет в испании или германии в грузии германии тоже есть но на него приходов нет соответственно в испанию мне будет я буду открывать алтономы и счет и туда как переводить свой он еще не имеет истории истории нет я вот почему прошу пишем где ты повод что нужно следить там поступление средств какое-то движение ну вот только по грузинским да как бы выпискам это понятно поэтому кажется что скоро получил точно не отчаивать что от банка очень сильно зависит какой банк даже не то что какой банк какое отделение банка это тоже очень сильно играет бог что бывают такие случаи когда везде все говорит что это нереально даже в рамках одного банка банки в другом регионе в другом городе у вас абсолютно все нас пройти очень вот я с этим столкнулся что очень сильно зависит от человеком я не знаю как это работает их система но от человека который принимает непосредственно рассматривать ваш кейс да и принимать по нему решение были такие случаи когда это был абсолютно такой непонятный вариант не проходной казалось бы да в обсуждениях но все получалось и прям все получалось лучше чем ожидалось ну это хорошо это обнадеживает потому что ну как как будто бы нет такого что это прям принципиально невозможно то есть просто нужно это тяжело но я думаю основное это то что вам в любом случае она понадобится какая-то история в этом банке но плюс-минус да понятно что как только вы заведете счет и придете скажите мне нужен там ипотека вам показать на 99 процента что он сказал что нет когда у вас появится какая-то история потом движение в этим счетом плюс-минус там да не обязательно ждать год наверное можно пробовать я считаю и не отчаиваться точно не думать что это не получится что-то нереально спасибо потому что были такие случаи да что там одобряют одобряют и от банка с региона даже от отделения банка оси и на них на кого нарылся как бы так выбор окей кто еще поделится своим своими мыслями мыслями мнением у меня ситуация пока начальная стадия это с бизнесом с развитием заработком вот моя семья переедет в ближайшие полгода в лучшем случае пока я здесь первый поселенец своего семейства ну и соответственно через год полтора-два будем рассматривать покупку квартиры или дома будет уже зависит от того в какой локации мы все-таки закрепимся то есть есть вероятность ну конечно вероятность есть но такая же примерно как и останемся то есть рассмотрим окей артём у тебя был у тебя большой опыт покупки недвижимости поделиться как как ты покупал квартиры да у нас несколько объектов в испании мы покупали первый свой восемнадцатом году потом еще покупали но мы были как туристы не резиденты другое время было тоже сложности были в документах но сейчас на самом деле даже проще потому что есть налоговый номер есть еще бизнес карточки все окей но мы хотим сейчас часть недвижимости продавать и будем выкупать еще землю вкладывать бизнес да у нас есть накопление с деньги мы их вложим и недвижимость недвижимость не приносит такого дохода и мы посчитали что это для своей жизни окей купил и все но для сдачи в аренду и получения дохода поверьте гораздо есть другие способы заработка мы приехали в испанию мы поняли что сельхоз это наша тема мы готовы еще земли купить это будет нормально принести доход чем квартиру там аренда 500-600 евро будет стоить на там и сколько ты на на урожае мы больше заработаем за несколько лет один сезон можно заработать вот мы покупали квартиру у банка почти все объекты у банков мне нравятся чисто история ты у банка покупаешь они сделают проверку там нотариус чистейся там вообще сделка вообще можно никого не привлекать все круто и хочу сказать что огромное преимущество это можно с банком торговаться не всегда но они идут навстречу теперь сиденье не ипотека и берешь все супер они нормально делают скидки дисконт торговаться торговаться и они все-таки идут но если хороший объект классный можно вместо торговаться провести давать авансы выбивать этот объект и покупать есть также возможность у банков купить эти квартиры без первоначального взноса то есть вы берете у вас нет денег у вас там несколько тысяч евро вы получаете зарплату тратите не смогли скопить или там складывать их бизнес можно купить квартиру у банка банковские квартиры продают без первоначального взноса то есть они даже если вы хороший клиент то есть у вас все есть вы можете купить прям вот сейчас объясню вы можете прийти к ним сказать вот ребят я хочу вот у вас в банке есть несколько объектов я хочу купить они вам дают ипотеку на эту квартиру и вы ничего не платите только оплачивать им получается банку нотариально все эти расходы налоги на покупку там какие-то комиссионные сделку все банк вам дает они радуются у одного ипотечника забрали недвижимость что не платил там какой-нибудь там гильермо там до 3 года там на и шее там висел там они суды выиграли они нашли клиента слава богу отдают вам все вы платите на самом деле объекты по хорошей есть их надо искать я рекомендую банковскую недвижимость брать эти хорошие варианты того что не вылить на любую квартиру вы возьмете вы и будете переделать будет ставить там сантехнику нового там ремонт делать это выгоднее процентов 20 то есть вы сэкономите и ну делайте ремонт по своему вкусу первое второе сейчас можно также купить квартиры на аукционах есть сайты и забейте прямо в гугле там много множество сайтов сейчас много там компании делают там субаста просто бейте там субаста недвижимость переводчика вам выдаду несколько сайтов попробуйте зайти посмотрите какие есть объекты все по-разному есть там и банковские сайты продают есть и аукционы есть не аукционы я покупал и у банка и на аукционах но аукционы бывают очень сильно не знаете что не проводится честно вроде аукцион классные классный объект все окей но потом какой-то инвестор приходит там остается до конца аукциона там 20 минут и выкупает там целые тары квартир даже за повышенной цене завышенный то есть я готов был купить недвижимость там за семьдесят тысяч евро он а классно рыночная дорожка за 120 можно такой объект в том районе купить а я смотрел за чем-то чувак пришел за 130 там купил я не понимаю зачем да может быть там какие-то у них свои там комбинации может быть там на кредитные деньги может быть они там банкротятся я не понимаю да если есть аукцион зачем выше рынка давать может быть банк через аукцион другому банку перепродают бывает не всегда так чисто гладко то есть оно по закону все официально но вот по завышенным ценам продают можно аукционе купить смотрите мониторте свои города свои провинции но не всегда есть хорошие наукционах то есть что там продают в деревнях какие-то банкроты компании жилье кстати на аукционе можно купить хорошие то есть там компания сделала ремонт все окей она банкротится вам продадут но кто нас можно искать ну продают обычно новые дома фирмы банкротится если там какие-то здесь же в испании легко вечером койте компании чем там держать сжать и вот рекомендую посмотреть но под аукцион ипотеку скорее всего не дадут если есть деньги ваши можно взять такое как инвестиции бизнес вложения а вот ипотеку дают под банковскую точно да вот дадут прям окей мы хотим я бы говорил мы хотим купить дом себе у нас есть несколько квартир мы хотим купить дом а сейчас специально делаю себе выплаты усилены побольше как зарплата у меня аутонома и это аутонома управляет моим ово моей компании вот у нас есть контракты с американским американским компаниям получаем доходы до у нас там еще есть несколько доходов и я хочу в банк предоставить за там за несколько месяцев документы все там за полгода соберу да 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 я уже добился к нашим менеджером они готовы дать ипотеку но все зависит от решения банка и бывает такое что в этом месяце преподал документы тебе там отказали а следующем тебе дадут вот я разговаривал на менеджер тетчика такая возрастом по всем свет и работаю в банке там почти пенсионерка такая ну классная женщина на вас скалит ты не переживай подадим документы соберешь там весной а если что-то не одобрит ну еще раз можно передать сейчас они дали на все документы все риски учитывать компьютер то есть она мы ничего не принимаем все вбиваем данные компьютер просчитывает нам все свои параметры там есть машина там недвижимость какие депозиты были таких банков если они все дают какие там продукты ты покупал у них поэтому лучше не перед ипотекой купите у банка строковку там купите еще что-то там у них да чтобы какие-то там не знаю гоняйте платежи что банк видел это все там на минуете себе начисляете и в том банке берите где у вас это все происходит сервизуха другие банки понижать будут вам ставку эту ну не ставку как барьер денежный и можно взять мы хотим купить в ипотеку мы решили что мы возьмем очень дорогой классный дом там да за 350 тысяч евро будем жить там 30 лет будем платить там будем платить потом на этом 800 там 300 500 евро сколько там будет денег нужно мы будем платить 20 30 лет и будем жить что карман в нормальном доме а денег с продажи квартиры ищет нашего с нашего остатка сколько мы из россии завели деньги это продавали бизнес мы готовы вложить в дело и это же бизнес будет нам приносить доход и мы будем получить ту же ту же ипотеку и жить сейчас в хорошем доме там ставка нам предложили 30 копейками лучше брать не плавают и ставку фиксированную банк под этот бой что дает кредит нам менеджер так нам сказала этот мариса женщина банк ббва интересно мы в ббва хотим взять буду рассказывать о своих приключениях но я жена говорит еще можно попробовать у нас есть земля у нас еще зря будет можно если не будет хорошего варианта дома мы ищем тоже найти тяжело так это же не у банка не аукционов так уже физлиц мы можем купить большую квартиру хорошую но квартиру тоже проблему купить в испании потому что они все нам не нравятся квартиры для инвестиции окей подойдет в банка купил стал в аренду нормально но для себя хочется хорошую проблему у испанских квартир сами знаете да вы кто-то живет это колодцы то есть у тебя одно-два окна классная балкон выходит на улицу а там три-четыре комнаты и у тебя колодец у тебя все соседи там можно чуть ли не руку провести там протянуть и этот проблема испанских домов то есть пишет там четырех-пяти комнатная квартира крутая но этот колодцы это убивают и даже в новых домах строить все равно ты не купишь поэтому и мой совет если есть возможность смотрите дома который там сделан там форме там крестов еще каких-то квадратов там что например можно было выкупить квартиру в углу да чтобы у тебя было здесь пару окон с этой стороны на улицу на нормальную улицу как мы привыкли в россии кто жил там в странах и с другой стороны вот угловые квартиры так крутые они чуть дороже но это выгоднее чем брать маленькую вот форма домов крестные квадраты это точно не панацея потому что колодцы могут быть в самом неожиданном месте вот есть дома классный мы 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 нашли есть и валенсии много домов и таких они получаются в такой типа форме ну вот креста все хотят смотреть то есть получается у них так и здесь у них каждая квартира в каждом квадрате раз квартира два квартира три четыре квартиры вот такой дом и получается у тебя три страны окна да а входная дверь и лифт лифтовая система в центре их не много эти домов это классно дома вот смотрите в таких домах это они надежно них иначе строят там с 80-х годов это вот офигенная штука и балконы если продуваться будет здесь окно открыл с другой стороны продува даже консервирование штабит вот такая штука вот мой совет такой вот или такую квартиру искать где все окна или практически 98 процентов окон выходят на нормальную улицу или дом частный но частный дом преимущество это свои территория это солнечные панели можно ставить ну и вообще какие-то там соперник дильерма там косы никто не будет орать собаки не будут быть и все супер и коммунидат найти вы еще если дом покупаете вы экономите на коммунидат то есть вы платите обязаны платить за стрижку газона там за то до расти закрытый бассейн если закрыта тот же лифтом 45-50 евро да некоторые дома платят в месяц это 600-500 евро за такую обычную просто там подъезд там получается 500-600 евро а тут эти деньги тогда что на налоги даже меньше ты коммунидат никому не платишь да и все это живет как царь в своем частном доме посмотрите часто дома берите ипотеку ребят мне менеджер банк просто от трех месяцев три месяца минимум и можно уже подавать заявку три номины то есть там пример январь февраль март все в апреле приходи банк будут рассматривать заявку попробуйте ребят я хочу взять личную ипотеку и выйти в стеклянном доме спасибо артем я скажу что я сделал первый подход к получению ипотеки предварительно мне одобрили условия были 37 процента годовых при том что основная ставка 27 процента по проценту это еще страхование жизни и по процента это надбавка за то что я аутономо испанский то есть это тоже повышает их риски но прикол в том что они прислали список документов такой нехилый то есть если ты хочешь взять ипотеку на какую-то сумму то ты должен показать то у тебя на счете есть уже 30 процентов от стоимости недвижимости и плюс еще все необходимые налоги и плюс к этому они хотят увидеть все твои транзакции за за этот год и даже за предыдущий вот и как бы на самом деле это достаточно такая история сложно что ли то есть деньги то приходят и я стараюсь чтобы все белые деньги там и оставались у меня там расходов то практически нет они же будут анализировать сколько денег приходит и сколько мы тратим на повседневные нужды вот мы ничего не тратим на в общем мы пока притормозили этот момент что непонятно как как его обходить вот и кроме того но мы не держим на счете 30 процентов от стоимости недвижимости но то есть тут если берет ипотеку например даже не так если объект стоит 100000 то тебе на счете надо иметь ну 40000 точно возникает вопрос если ты уже 40000 имеешь то зачем брать ипотеку по сути на 60 тысяч ну как бы есть можно брать больше вот пусть ипотека на 30 лет и артем правильно сказал ну например мы взяли просто такой пример надеюсь что на слух это будет хорошо восприниматься то типа квартира стоит 80 тысяч соответственно 30 процентов составляют там чуть меньше 30 тысяч плюс налоги то есть надо где-то 35 тысяч иметь на счете дальше а и тогда ежемесячный платеж составит 250 евро вот 260 евро это совсем немного и тогда возникает вопрос зачем брать ипотеку на 50 тысяч лучше найти тогда объект подороже если возьмешь объект подороже то соответственно тебе нужно больше денег на счете показывать и они должны понимать откуда эти деньги у тебя появились они хотят видеть на момент времени да вот эту сумму или там какой-то период они смотрят среди среди там среднегодовое движение так это баланс ну моменте но смотрите они же видят все мои расчеты у меня все тоже ббв ббва ну и соответственно они могут проанализировать но еще раз у нас там нет повседневных трат вот но соответственно них возникнет вопрос типа а чё за фигня значит у них что-то еще есть вот а чё-то еще есть я не хочу им показывать это как бы мне не входило в мои планы ну и короче мы решили пока притормозить возможно что есть какие-то другие входные пути вот но пока вот думаем и размышляем что с этим делать но по крайней мере вот реальные условия я озвучил как бы от этих цифр точно можно отталкиваться вот ну и скажу что у меня алтонома уже второй год скоро полтора года ему будет то есть целом я достаточно надежно ты для них товарищ меня обороты идут все нормально но получить ипотеку это совсем непростая история а еще еще добавлю это тоже важно что они могут подтверждать ипотеку только тогда когда ты показываешь объект который ты хочешь купить но они просто показываешь объект но ты должен прямо местном реестре взять как и называется нота но да так вот и потом вот с этим этот документ и отправляешь в банк о том что ты реально хочешь его купить реального стоимости они такие смотрят и говорят ну слушай да наверно наверно можем разрешить то есть с каждым объектом каждый объект должен согласовывать банков и как ты это все достаточно геморрой то есть на предварительно не то что там на сделке уже понятно что банк нужно повестить что ты покупаешь потому что он деньги же будет переводить владельцу квартиры а здесь еще мы еще ни разу не договорились с ним вот я должен ездить каждый раз платить пошлину брать вот эту нота simply показывать банку ждать его рассмотрение кеморрой какой-то для банка потому что это объект залога для них важно что они покупают ну так и я же еще не покупаю что я же не знаю дадут мне ипотеку или нет если б я знал что условно предодоблена ипотека там на 80 тысяч евро все я иду договариваюсь беру документы иду в банк проводим сделку он переводит деньги ну все а тут же все наоборот в общем это еще увлекательный процесс данил надеюсь что вы доберетесь до испании исправить с этим и артем тоже получит ипотеку мы будем знать как это все работает я помню земля для для пока мы еще не высаживаем коноклюк но что нет разрешения от лицензии это очень не процент ребята все документы это очень бюрократичная система в испании это проблема но ты если один раз получил документы все там паспорт растений все сертификаты то ты работаешь спокойно тебе никто не будет приходить там пожарники там еще раз стрелять денег там как в россии нет ребят здесь четко долго получаешь да но зато потом классно спокойно живешь в россии быстро получаешь неприятно может быть потом это сказывается еще мне нравится только в испании да реально помогают люди но много этим неквалифицированных специалистов то есть люди когда берут берутся потом просто они не могут этого сделать и нужно мониторить нам нужно смотреть хороших специалистов адвокатов каких-то консультантов по налогам нужно реально искать инженера вот у меня был инженер я там его уволил потому что чувак там запорол мне много всего документов оплачивался и в итоге как мне там отказали в как бы я общался с ребятами я дал другим другим людям это стоило стоит три раза дороже но зато мне другие инженеры все делают сейчас грамотно то есть ищите хороших специалистов и смотрите не только нам отзывы да как он какие документы что он делать какие компании у него обслуживаются крупный компаний с обслуживаться у этих людей в этом городе значит крутой человек если там у него репутация маленькая значит насторожиться в это там агент по недвижимости сам еще какие-то компании будут открывать бизнес там консультироваться там расширять там свои там какие-то документацию получать там сертификаты там это смотрите к схеме работы лучше переплатить и работать с большой компании чем с мелкими но потом как я вот потерять там полгода времени заплатить денег и искать других специалистов ну я по-по-своему агробизнесу рассказывать это сложный процент лучше быть не экономите на этом денег но у меня другая немножко рекомендация что пока вы не владеете испанским на высоком уровне пока вы не понимаете полностью все что вам говорят нужно развивать свой бизнес но не спешка ну то есть тут поспешишь людей насмешишь кажется что вроде тут нет никаких ограничений все понятно ты как вляпаешься и потом вы решите долго из этого выбираться вот тут это мне кажется достаточно легко легко сделать и поэтому вот каждый шаг нужно проверять взвешивать общаться и вот собственно общение это очень важная история для чего вот я провожу и онлайн встречи оффлайн встречи потому что даже одна фраза может может подтолкнуть к правильному решению может подтолкнуть какому-то действию и собственно это это очень круто поэтому мое пожелание если есть возможность общайтесь всегда общайтесь как можно больше это вот то что может принести вам много пользы вот тоже надо стараться быть достаточно открытым испанцы они действительно хотят помогать по крайней мере пока вы случайно не начнете их притеснять те либо бизнес это они вас никто пинать ногами не будет ну по крайней мере я пока с подобным не сталкивался они просто вас будут медленно динамить что-то обещать сливаться если это происходит это значит что либо вы уже наступили на какую-то мозольку либо вы делаете вообще неправильные вещи и они вам очень деликатно говорят типа отвали так это здесь не работает вот я это уже пару раз понял ну типа борис нет 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 не стоит так делать это все понятно значит это не работает поменяем так вот очень деликатно очень весливо вот но если ты будешь ломиться тебя в игнор поставят и больше и в жизни не пробьешься ну и я тоже уже неоднократно говорил это еще одно еще одна рекомендация нужно идти к испансам несмотря на то что может быть у вас вообще нет испанского языка очень нужно если испанцы захотят вам помочь они вас порекомендуют еще кому-либо вот буквально вчера я пока не могу все рассказывать потому что все пока очень сырое у меня возникла одна идея и откубли мне нужен испанец который может мне подсказать вот как бы никто из приехавших у них нет ответа я просто в линкете не нашел испанца с которым я переписывался люблю слушай а ты можешь мне помочь вот в этом и он такой бац мне скидывает информацию хотя это не совсем по его профилю он просто озадачился немножко поискал и скинул я такую спасибо большое то есть он если ты о себе будешь периодически напоминать то они таки о слушай я его знаю окей пожалуйста вот ениса многие слышали про эту аббревиатуру я с ними встречался в барселоне на этой неделе был семинар валенсия прихожу и смотрю там уже моя знакомая каролина родригес я такой к ней подхожу я еще ничего не сказал она меня увидела такого типа борис привет но приятно привет всего поговорили здорово вот и вот так вот постепенно выстраиваться здесь network ты просто что ты знаешь того идешь вот к тому потом ты знаешь уже твоих идешь к третьему и четвертому потом у тебя их уже с десяток потом ты уже можешь по-дружески с кем-то пойти попить кофе о чем-то пообщаться но вот я уже пришел к тому что мне очень нужен испанский язык я здесь ну тоже так кратенько скажу сегодня узнал результаты своего пробного экзамена по испанскому на уровне 1 а 2 это низкий уровень то есть это азы просто но в то же время мы общаемся вот у нас очень строгий учитель я набрал 60 из 100 это очень высокий показатель у нее вот она сказала нормально вот это значит что действительно нормально значит что-то уже в испанском языке понимаю но буду буду учиться дальше а вы до этого учили язык нет нет я не учил язык я очень плохо его направлено у меня нет времени его учить если способ это общаться в том числе с испанцами но для того чтобы с ними общаться нужно уже хоть что-то знать чтобы наш разговор не заканчивался после второй фразы как дела после фразы то добьен да все хорошо да да вот и я сейчас хочу найти испанца с которыми могу просто встречаться пить кофе и чтобы мы с ним обсуждали разные темы это что это может помочь вот я буду ему кофе оплачивать может круассана может еще с чем-нибудь а он со мной часов пообщается вот такой у меня план изучение испанской я правильно понял что уровня а2 хватило для того чтобы получить права испанские нет во первых когда я какой-то объявили что я буду сдавать на английском языке потому что вероятность того что я не буду знать много испанских слов она была очень высокой а права мне очень хотелось все получить и поэтому я перешел на английским когда я начал учить на английском мне тоже не все с ним было так хорошо но я учил и практиковал и к моменту сдачи мне уже стало все гораздо лучше с английским я стал на английском но вот опять же я знаю много кейсов когда люди вообще не знали испанского решали билеты то это требует достаточно много усилий но на самом деле там я не знаю может быть 100 может быть 200 специфичных слов которые нужно выучить и издают то есть уровень он сильно не помогает хоть один а два хоть два а два это как бы совсем другая история другая лексика но у меня могут поправить я слышал там вопрос больше с практикой то есть теория проще а с практикой инструктор может при сдаче что-то спрашивать на испанском это правда инструктор на испанском по крайней мере у меня точно инструктор сказал что она ничего переводить не будет на самом деле вряд ли по у нее получилось она мне заранее скинул список из 20 слов которые мне нужно было выучить ну типа поменяй направление на круговом движении или поверни налево или остановись или и про автомобиль устройства автомобиля как проверить там уровень тормозной жидкости уровень масла вот но это чисто теоретически они это не просят на самом деле на экзамене я про такие кейсы даже не читал вот но когда ты берешь уроки у инструктора она все говорит на испанском и вначале мозг закипает потому что ты должна следить за дорогой ты должна ехать четко по правилам и плюс тебе под руку еще на их паска все время что-то говорят ладно когда говорят типа поверни налево поверни направо это еще ладно а если ты что-то сделал не так и тебе начинают рассказывать ты пытаешься понять о чем это вообще идет речь и ты уже пропускаешь следующий какой-то косяк и все и понеслась вот но на самом деле за 5-6 занятий ты адаптируешься на экзамене он дает достаточно четкие указания что надо делать ну то есть там какого-то творчества от него не было ну и может мне повезло что он с инструктором не разговаривал потому что когда бывает что они друг с другом разговаривают а ты не можешь понять когда она к тебе относится ну и плюс неудобно что он сидит сзади справа и ты должен как будто немножко ухо туда клонить но надо следить за дорогой но я что могу сказать что процент сдающих практику среди русскоязычных гораздо с первого раза гораздо гораздо выше чем у испанцев испанцы практику вообще сдают очень плохо там чуть ли не с 4 5 6 раза они реально плохо ужасно ездят я когда ждал свою очередь видел как испанцы подъезжают и они даже запарковаться нормально не могут то есть они должны были встать к портику чуть-чуть подкатить у них и глохла машина там и дергалась и все что угодно вот со мной в паре бараканка сдавала нас третьего раза сдала а русскоязычные как правило если не с первого раза со второго точно сдают потому что опять же опыт есть но есть какие нюансы в вождении но это вам уже инструктор расскажет я думаю что для нас сложнее все-таки сдавать теорию большой объем много слов свои особенности но так собственно у нас на читах уже полдесятого я думаю что стоит закругляться я хочу сказать что в конце марта идти ручно 29 марта я планирую провести оффлайн встречу валенсии я буду рад увидеть всех тех кто в валенсии кто около неё оффлайн общаться еще интереснее еще удобней и людей будет я уверен что еще больше сегодня я хочу поблагодарить всех кто подключился нашел время инвестировал это самое время в нашу встречу не было приятно с вами познакомиться надеюсь что встреча была для вас полезной вы познакомились с новыми людьми давайте продолжать общение оставаться на связи и развивать свои проекты здесь в испании спасибо и до новых встреч всем спасибо всем доброго вечера